Приближается всеми любимый праздник 1 сентября. В связи с чем 26 августа в зале администрации района в дистанционном формате прошло ежегодное традиционное августовское совещание педагогических работников образования муниципального образования Кашхабский район под названием «Перспективы развития цифрового пространства в образовании от стратегии к практике». Накануне нового учебного года я приветствую всех участников нашего совещания, тех, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Примите самые искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей и успехов. Мы рады приветствовать вас перед началом учебного года на традиционном августовском совещании педагогических работников района «Перспективы развития цифрового пространства в образовании от стратегии к практике». Сегодня мы подведем итоги прошлого учебного года, определим приоритетные направления деятельности и задачи системы образования муниципального образования Кашхабский район. На совещание были приглашены глава Кашхабского района Заур Хамерзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, работники образования. С приветственным словом к присутствующим обратился глава района Заур Хамерзов. Он пожелал работникам общеобразовательных учреждений терпения и удачи в этот нелегкий для всех период. «Наступил новый учебный год, он наступил в очень непростых условиях, связанных с пандемией. Я хотел бы всем пожелать в первую очередь здоровья. Оно всем нашим детям, родителям, всем нам крайне необходимо. К сожалению, за прошедшее время дистанционное обучение внесло свои коррективы подготовки детей. Поэтому перед всеми нами, особенно перед педагогами сельско-образовательных учреждений, стоит очень серьезная задача. А. Это наверстат упущенное. И. П. Очень умело подойти к новому учебному году, к образовательному процессу, с тем, чтобы одновременно наверстат упущенное. И. Второе, не переусердствовать с нагрузкой на детей. Тем более, они практически пять месяцев не посещали школу. Поэтому перед вами сейчас стоит очень и очень трудная задача. Я не сомневаюсь в компетенции наших руководителей образовательных учреждений и дошкольных, и средних школ. Я не сомневаюсь в компетенции управления образованием. И, прежде всего, наш чудо-этинический коллектив. Хотел бы всех поблагодарить, начиная с апреля месяца, когда пошло дистанционное обучение. Это не имело аналогов за все, наверное, существование образования в стране. И я считаю, что очень и очень достойно учителя района выдержали это испытание. Вот с первого сентября мы переходим в формат, который привычен всем нам. Поэтому еще раз хотел бы поздравить всех с новым учебным годом. Учителям терпения, удачи. Но удача нам всем не помешает. Берегите себя, берегите детей. В ближайшее время все школы, все садики будут оснащены циркуляторами, купим термометры. Но это все вторично. Главное – это коллектив. Как коллектив будет отрабатывать нормы роста предназора. Поэтому убедительно еще раз, сколько мы с вами на эту тему разговаривали, еще раз неукоснительно соблюдать вот эти нормы роста предназора. Затем слово предоставили председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Проводя такое мероприятие, мы все отчетливо понимаем, что уже прямо далеко не загадываем, совсем близко новый учебный год. Но в преддверии нового учебного года хочу прежде всего поздравить всех учителей, работников управления, директоров, что всех, тех, кто относится в нашу приведение к процессу образования с новым учебным годом, пожелать здоровья, счастья, благополучия, большого терпения, хороших, прилежных учеников. И несмотря на те вызовы, которые бросает современный мир, современное общество, я считаю, что очень достойным образом мы завершили прошлый учебный год. Хотелось бы, конечно же, не повторилось, чтобы наши дети пришли, отучились в нормальных условиях, в прямом контакте с учителем, задавая вопросы, понимая вопросы в тесных отношениях. Надеемся, что все-таки позволит нам провести нормальный учебный год. Вам терпение больших творческих планов и заменных реализаций. Далее приступили к рассмотрению вопросов совещания. По первому вопросу об итогах работы системы образования муниципального образования Кашхабльский район в 2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год с докладом выступила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Ежегодная встреча единомышленников на августовском совещании дает нам прекрасную возможность обсудить результаты работы системы образования района за прошедший учебный год, назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития. Но в связи с тем, что в этом году совещание проходит в формате видеоконферент-связи, из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции, отчетный доклад будет представлен тезисно. Но публичный доклад о деятельности системы образования района за 2019-2020 учебный год будет опубликован в районной газете Кашхабльские вести и на официальном сайте управления образования в сети интернет. Важной жизненной ценностью является получение качественного образования, как основы для формирования конкурентоспособной на рынке труда личности. Инновационное развитие страны, смена технологий, конкуренция заставляют общеобразовательные учреждения кардинально менять свой вектор развития, выбирая повышение доступности качественного образования. При этом самый приоритет, особый приоритет определяется тремя ключевыми направлениями. Это учитель технологии, инфраструктура. Уважаемые коллеги, система образования района направлена на достижение стратегических целей государственной политики в сфере образования, определенных указанных президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, о национальных целях развития Российской Федерации за период до 2030 года, послания президента Российской Федерации федеральному собранию и решения приоритетных задач, определенных федеральными проектами, региональными проектами Министерства образования и науки Республики Адыгея и муниципальными составляющими данных проектов. В 2019 году – это год начала реализации национального проекта образования. Деятельность Управления образованием и образовательных учреждений района была нацелена на реализацию ключевых направлений развития системы образования, обновление содержания, воспитания и обучения, создание необходимой современной образовательной среды, расширение доступности образовательных возможностей для граждан, развитие социальной направленности обучающихся, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров для работы в системе, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью. Уважаемые участники совещания, в отчетный период в общеобразовательных учреждениях обучалось 3403 учащихся. Из них 1549 обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 1598 основного общего образования, 256 среднего общего образования. Завершилась работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов ФГУ с общего образования. С нового учебного года будет осуществлен переход обучающихся 10 классов на ФГУС. В рамках мероприятия направлено на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических гуманитарных навыков и рамках регионального проекта современная школа, национального проекта образования на базе двух школ, это седьмой школы и третьей школы, созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей точки роста. Центры точки роста созданы для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, как структурные подразделения общеобразовательных организаций. На сегодня данные школы получили лицензии на реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования. Уважаемые коллеги, в отчетный период сеть учреждений дополнительного образования детей в районе сохранена. Она представлена двумя учреждениями. Это Кашкабовская детско-юношеская спортивная школа и Центр дополнительного образования детей. Обеспечена работа муниципального опорного центра на базе Центра дополнительного образования детей и муниципального сегмента навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования, составляет 25%, это 1012 человек. С 1 сентября 2019 года было загружено более 60 общеобразовательных программ дополнительного образования. В 2019-2020 учебном году деятельность управления образованием была направлена на выполнение индикативных показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. По состоянию на 31 мая 2020 года контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составил 3401 ребенок. Это 67%, при республиканском плане 62%. В истекшем учебном году большое внимание уделялось дальнейшему развитию технической, естественно-научной, туристко-краеведческой и спортивной направленности. С нового учебного года по данным направлениям у нас в некоторых школах открываются, создаются новые места. С 1 сентября 2020 года на базе средней общеобразовательной школы номер 1, которая определена одной из агломераций, свою работу начнет республиканский мобильный технопарк «Квантуриум» с охватом до 200 детей из всех общеобразовательных учреждений. Уважаемые участники совещания, контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности учебной работе. Основное внимание в 2019-2020 учебном году было сосредоточено на повышении результативности учебно-воспитательного процесса и установлении соответствия подготовки учащихся к государственным образовательным стандартам. В практике общего образования используются различные методы текущего и методового контроля за качеством знаний обучающихся. Чаще всего в районе используется региональная система оценки качества образования ИРСОКа и всероссийские проверочные работы ВПР. Цель обеспечения безопасных условий обучения согласно приказу Рособорнадзора в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции, сроки проведения ВПР в прошлом учебном году были перенесены на новый учебный год. И в связи со сложившейся ситуацией в прошлом учебном году проверочные работы были проведены только для обучающихся 11 классов по географии, истории, биологии. Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся муниципалитета, конечно, нас не устраивают. В целом они ниже средних результатов по России, как и было сказано в докладе заместителя министра образования и науки Республики Адыгея Евгения Константиновича Лебедева, что по результатам ВПР образовательным учреждениям придется скорректировать учебные программы, неурочную деятельность, организовать повтор пройденного материала, а управлению образованием оказывать им помощь методическую. На основании постановления правительства об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия расселения на территории Российской Федерации в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции государственная итоговая аттестация в девятиклассниках проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Дорогие коллеги, наша главная задача способствовать качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть для кого и с кем работать. От того, как начнет коллектив учебный год, как он будет организован, во многом будет зависеть эффективность его дальнейшей деятельности. Есть замечательная фраза «Счастлив тот человек, у которого были хорошие учителя». Искренне верю, что эти слова адресованы вам. И нам предстоит много работы. Следующим на повестке дня был вопрос об организации работы общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, по которому выступила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Республики Адыгея по Шовгеновскому, Геогинскому и Кашхабльскому районам Жанна Бжецева. Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с объединением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В образовательном процессе будет ряд особенностей. Это запрет на проведение массовых мероприятий, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений, наличие и ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания у работников пищевого, медицинского и технического персонала, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию. Что касается праздничных линеек 1 сентября, то их рекомендуется проводить на свежем воздухе. Проведение различных мероприятий 1 сентября, организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты ТОМАСа для родителей. Учебное занятие следует начинать не ранее, а с минуты. Кроме этого, будет организован учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контакта обучающихся. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. С учетом требований пункта 10.5 санитарно-экономических правил норматива, полагаем целесообразно организовать проведение курса внеучной деятельности в период каникул, выходные и нерабочие дни. Также в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплен один кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе это физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика и химия. Организовать информирование работников в образовательных учреждениях, родителей, детей о мерах профилактики гриппа и о важности и преимуществах вакцины профилактики. А для этого все условия созданы в каждом образовательном учреждении. В плане обсуждения основного доклада выступили ведущие преподаватели школ и детских садов района. В новом учебном году все мы столкнулись с простой задачей, выполнять которую нужно было оперативно и профессионально. Перехода на дистанционное обучение не ожидал никто, но это случилось и всем нам пришлось учиться работать в непрерывочном формате. Одним из главных был вопрос, как организовать дистанционное обучение так, чтобы в нем не только выжить, но и комфортно работать, получая добростья от профессии и радость и успешность учеников. Воплечь в учебный процесс необходимо было всех детей, а также установить четкий контроль над их деятельностью. Многое перекладывалось на плечи родителей, потому что они должны были следить за тем, чтобы дети выполняли все, что говорит учитель. Вопросов было много, а вот ответы на них стали появляться в процессе работы. Тогда жить стало проще и понятнее. В своей школе мы организовали дистанционное обучение учащихся через WhatsApp для оперативного выхода на связь в любое время, посчитав, что именно социальные сети не должны дать сбой при массовом общении. Также мы работали на платформе Я-класс. Для работы в WhatsApp были созданы предметные группы, в которые входили учитель, учащиеся и их родители. Расписание, по которому мы работали до наступления карантина, было сохранено, и каждый учитель знал время, когда он должен выйти на связь с учениками. Знали это и дети, поэтому все проходило по четко установленному временному промежутку. Ученики знали заранее, к какому предмету им готовиться, и настраивались к психологическим. Первое, что стало понятно для всех, деятельность, которой нам предстояло заниматься, не заменяла привычных для всех занятия. Урок нужно было строить по-другому, так, чтобы ребята смогли понять новую тему или повторить пройденное, находясь по ту сторону телефона. Ученикам приходилось больше работать самостоятельно, самим искать нужную информацию, правильно понимать содержание и смысл заданного вопроса. Вообще отрадно, что нашему проекту уделяется такое огромное внимание со стороны управления образованием. И я вас благодарю за вашу поддержку, не только в психологическом плане, но и в методическом плане. Поэтому большое спасибо. От того, как прошло детство ребенка, кто вел его за руку, что вложили в его душу и разум, от этого зависит его дальнейшая жизнь. Это сказала не я, а Сухомлинский. Мы все это прекрасно знаем и понимаем. И все чаще нам приходится замечать, что если раньше детки использовали яркие краски в рисунках, красные, зеленые, желтые, то сейчас ребенок в 6 лет нам говорит, а я не хочу жить, а я устал, а рисунки его черные. Поэтому проанализировав эту ситуацию, то, что творится сейчас в обществе с подростками, то, что происходит в школе, мы решили, что нужно немножко изменить. И, конечно, это будет инновация, и, конечно, это сложно. Тема новая. Этой темы нет в интернете, нет материала. Поэтому нам приходится все это брать из головы, из того, что уже что-то наработано педагогами российской системы образования. Итак, в октябре мы приняли участие сначала в муниципальном этапе конкурса инноваций, потом мы были приглашены на Республиканский экспертный совет, где мы защитили проект на тему организации деятельности воспитателей детского сада по формированию саногенного мышления дошкольников. И с 15 января 2020 года мы стали работать в статусе Республиканской инновационной площадки. Итак, наш проект рассчитан на три года. Целью проекта является разработать модель последовательно взаимосвязанных мероприятий для воспитателей по формированию саногенного мышления дошкольников. Тут идет оценка здоровья дошкольников, психологическая и физическая, и определение основного направления содержания проекта. И отсюда вытекают рекомендации воспитателям, родителям по формированию саногенного мышления. И главная цель – разработать занятия, разработать мероприятия, игры, методические рекомендации для тех педагогов, которые будут работать в этом направлении. Участники совещания выразили надежду, что совещание в подобном формате проводится в последний раз. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабльского района.